Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Осии и обратимся к шестой главе. Как и пятая, шестая глава в сущности не имеет ни начала, ни конца, потому что является непосредственным продолжением пятой, и проповедь дальше тоже без перехода и без границ продолжается в седьмой. Вот такой небольшой фрагмент проповеди, где, тем не менее, пророк Осия формулирует несколько потрясающе важных идей, важных идей, которые необходимо было бы читателю заметить. Вначале он продолжает то, что было начато в пятой главе, говоря о том, что на самом деле причиной немощи всякой, в том числе и военно-политической немощи избранного народа, является то, что они предают Бога, то, что дух блуда внутри их, и они не верны Богу ни в нравственном смысле, ни в религиозном, ни в каком. Да, так вот, в конце пятой главы говорилось о том, что Господь будет ждать, пойду возвращусь в мое место, Господь удалится от этого народа, пока они не признают себя виновными и не взыщут лица Божьего. И дальше, вот, шестая глава начинается вот какими словами. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу». То есть, когда припечет, когда будет совсем плохо, говорит Господь через пророка, вот тогда они все-таки будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Что, конечно, рифмуется с 14 стихом пятой главы предыдущей, где говорилось, вы там можете на любых окрестных царей надеяться, но это я, лев для Ефрема, я растерзаю и уйду, унесу, никто не спасет. И здесь вот Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Это связано отчасти с тем, что многие в народе Божьем и в пророческой традиции, и в других школах автора Священного Писания, мыслителей Верхозаветных, многие склонны считать Бога единственным действующим листом истории, считать, что Бог самостоятелен, а все остальные до некоторой степени не самостоятельны в Его руках. Вот, и Он уязвил, и Он исцелит нас. Об этом эти слова, именно о том, что, ну, мы живем, как мы живем, из-за этого мы страдаем, потому что Бог оскорблен нашими поступками, нашим поведением, но исцелить нас, восстановить нас все равно может только Он, тоже больше некому. Оживит нас через два дня, и в третий день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его. новозаветные толкователи, поздние, конечно, не первого столетия, но все же христианские толкователи любили утверждать, что это выражение, и в третий день восставит нас, есть своего рода пророчество о воскресении Христовом. Но я бы сказал, что нужно прибегнуть к большому количеству уловок, чтобы действительно соотнести это пророчество с трехдневным воскресением Господа Иисуса Христа. Нет, конечно, речь здесь идет о том, что когда Бог будет исцелять нас, когда мы к Нему обратимся, вот это наше восстановление будет быстрым, будет скорым. Путь падения в самые глубины того, как живет в этот момент народ Божий, был, наверное, таким движением по наклонной плоскости. Путь восстановления, путь спасения будет значительно быстрее, в третий день восставит нас, и мы познаем и будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. Он придет нам, как дождь, как поздний дождь и росит землю. Вот такова надежда и таков призыв. Пророк таким образом говорит о том, что на самом деле для того, чтобы выжить, для того, чтобы спастись в трудных и опасных испытаниях, исторических, а Сирия под властью фараона Синахириба, это и впрямь очень трудное и опасное историческое испытание для северного царства, ставшее роковым. Так вот, чтобы выжить в этом, надо взыскать лица Бога, надо взыскать возможности личной встречи с Ним, и тогда быстро, в два-три дня, мы будем восстановлены и будем жить перед лицом Его. Это первая, так сказать, первая строфа шестой главы, первое, что здесь говорит пророк. А дальше он снова обращается с инвективой к Ефрему и Иуде, то есть к северным коленам и к колену Иудину, к северному царству и южному, и говорит, ну вот что с вами делать, Ефрем, что сделает тебе Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, как роса скоро исчезающая. Само по себе выражение очень тоже важное и драгоценное, потому что Бог говорит здесь через пророка о том, что люди предпочитают, избирают в качестве благочестия, то, что утренний туман колеблется ветром и уносится, рассеивается без следа. Вот все то, что мы так любим, благовонные какие-нибудь кождения, тучные жертвоприношения, ну тогда это были бараны, сейчас это какие-нибудь вот такой вот толщины, фунтовые свечи или еще что-нибудь в денежной форме, да, в самых разных, в самых разных. Точно так же, как мы считаем страшно благочестивым регулировать меню свое и выбирать тот или иной вариант диеты и так далее. Вот все это, все то, что относится к внешнему, к несущностному в жизни, вот это все твое благочестие, говорит Бог, как утренний туман. Это все ни о чем, ни о чем. Как роса, скоро исчезающая. Ну хорошо, да, сразу хочется спросить, а что будет, о чем, а что правильно. Вот смотрите, Бог говорит, это твое благочестие утренний туман, роса, скоро исчезающая. Вот поэтому, потому что вы вместо важных вещей, да, пытаетесь Богу принести какие-то финтифлюшки. Вместо этого, вместо важного. И поэтому я поражал их через пророков, бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Потому что я милости хочу, а не жертвы, и знания Бога больше, чем всесожжений. Ну вот, на эту фразу, конечно же, ссылается Господь Иисус Христос в Евангелии, когда напоминает, напоминает своим современникам то, что уже было Богом сказано через осью. Милости хочу, а не жертвы. В контексте книги пророка речь идет в первую очередь, ну, о том же, о чем было в 4 главе сказано, «Ибо нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания, клятва, обман, убийство, воробство и прелюбодеяние». Вот это то, что Богу непереносимо. И, значит, милость в контексте здесь 6 стиха 6 главы означает отсутствие вранья, когда да-да, а нет-нет, отсутствие насилия, отсутствие воровства, отсутствие клятвы преступления и грабежа. Вот все то, что мы можем описать словом «истина», и то, что мы можем описать словом «милосердие», а именно способность людей помочь друг другу, помочь выручить, сделать это бескорыстно, сделать это по собственной инициативе, поддержать иногда материально, иногда психологически, душевно. Вот Бог хочет милости с нашей стороны, чтобы мы были милостями, а не жертвы. И обратите внимание, как часто это бывает, в библейской поэзии повторяется второй раз в той же грамматической конструкции та же самая мысль, но по-другому сформулированная. «Милости, а не жертвы», «знание Бога, а не всесожжение». Боговедение более, нежели всесожжение. Оказывается, непросто. Нам для того, чтобы выжить, нужно знать Бога. Он хочет, чтобы мы его знали. Он хочет, чтобы это знакомство стало для нас источником жизни, источником прочности. И это, на самом деле, совершенно потрясающая вещь. Дальше Господь говорит через пророка о разных частях избранного народа и говорит о том, что завет нарушен, они изменили мне и в Галааде, и в Сихеме. Но когда Бог возвратит плен народа своего, «Тебе, Иуда, назначена жатва». Удивительным образом, собственно, еще нет плена. До разрушения Самарии еще какое-то время осталось. Ясное дело, что этот текст произносится и записывается не в 722 году, а раньше. Ну а до Вавилонского плена еще вообще практически полтора столетия. И тем не менее, вот все, что было сказано о разрушении, оно остается актуальным, поэтому Господь говорит, что будет плен, но он будет возвращен. Он будет возвращен, потому что Бог действительно восставит нас в третий день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok